Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре киргизский сорт Кулбату. Напишите в комментариях, как правильно произносится этот сорт. Значит, цветом он от серого, от светло-серого, до вот таких вот темных кусочков. Видите? От светло-серого до темно-серого. Структура неоднородная, такой весь структурированный. Очень и очень сорт тяжелый. Прям вот маленький кусочек, но он такой увесистый. Сразу видно, что плотное и что жирное. Давайте пробовать. Ух ты ж! Откусить ее сложно от большого куска. Это вкусок абсолютно чистый. Не скрипа, никакого скрипа нет. Сейчас мы с вами погрызем, а потом я опишу. Как я обожаю, когда у сортов яркие многогранные вкусы. По сравнению с радугой, можно сказать, что она вообще не залипает. Залипает, как Астана. Когда помаленьку откусываешь, практически не залипает. Очень интересная структура у него. Прям очень. Кан trovай. Кан, очки, помогляй. Ух ты. Мне хочется отколоть кусок, вот от этого куска, от светлого. Разбила вот этот большой кусочек, хочу попробовать, потому что вот у темных кусков очень яркий вкус, прям очень. Угу, интересно, у светлых кусков вкус слабее. На порядок. По вкусу. Как я заметила, светлые куски имеют вкус мягче, чем темные. У темных кусков прям насыщенный. Теперь я вам расскажу, как нужно распробовать этот сорт. То есть, если вы откусили два раза жевнули, вы не пробовали этот сорт. Этот сорт, то есть вы его откусываете, он с глухим хрустом, распадается на мелкие-мелкие крупинки. Вы начинаете его жевать, он начинает постепенно намокать. И при полном намокании, при полном разжевывании, то есть когда вы уже все разжевали до кашицы, он образует тугую риску. То есть есть залипание, но не критичное. Залипание, как у Астаны розовой. Ой, извините, узбечки розовой. То есть образует густую-густую риску. И вот этот начинает открывать. У него вкус, знаете, как жуешь-жуешь, бум, и все, и чувствуешь вкус. То есть он намокает и начинает играть. Вкус. Здесь нет побелки, здесь нет меловых ноток. Здесь конкретно земля. Насыщенный, земельный. И здесь земля, знаете, она чувствуется по-разному. То есть в светлых кусочках. Вот, кстати, в светлых кусочках есть очень легкая нотка извести. Влажный. Значит, у светлых кусочков земля такая влажноватая. То есть у дождичек сбрызнул слегка влажноватый. Вкус такой не очень яркий, деликатный, мягкий. Я называю такие вкусы очень мягкими. А вот у темных кусков... Вы знаете, когда я пробую какой-то сорт... То есть вот я жую, и мне приходит картинка. Кулбато для меня это вкус мокрой лесной земли. Когда пахнет не только землей, но еще и лесом. То есть деревьями, древесиной, травой. Вот для меня это вот такой вкус. Обалденный. Сорт чистый. Откусила от всех кусков. Ни разу нигде не залипла. По структуре он, кстати, похож. Кто пробовал, крымские глины. Голубую, желтую. По структуре он похож. Только ты откусываешь, они сухие. Этот нет. Этот откусил, он намок и сразу жирный комок. Этот маленький кусочек имеет самый яркий вкус. Честно скажу, я избегала этот сорт. И ой, как зря я его избегала. Обязательно закажу его побольше. У меня структура интересная. То есть образует ириску. Ты жуешь. Если где-то прилипло, она собирает это все обратно в комочек. То есть не дает сильно залипнуть. В общем, я влюбилась в этот сорт. Обязательно возьму его побольше. Видите, что я вам хочу сказать? Этот сорт нужно грызть перерывами. То есть сорта с яркими вкусами, они быстро приедаются. Могут поднадоесть. То есть этот сорт у меня будет как десерт. Раз в неделю. Очень, конечно, очень обалденный. Всем рекомендую попробовать его. Теперь я понимаю, почему так много любителей у этого сорта. Он действительно достоин вашего внимания. Чистый. С многогранным вкусом. С приятной структурой. В общем, от меня жирная пятерка с плюсом. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok